Руководитель Восточно-Сибирского управления воздушного транспорта на совещании сказал, что в Усть-Алимском аэропорту полосу построили поляки. Хочу разочаровать вас, никаких поляков там не было никогда. Полосу в Усть-Алимске построил дважды орденоносный Трест-Братский строй. А югославская фирма Union Engineering реконструировала эту полосу и удлинила ее на 300 метров. В результате в Усть-Алимске появилась полоса 3000 метров. Сегодня историческая справедливость – архиважная вещь. Субтитры создавал DimaTorzok Недавно посмотрел депутатский час по развитию аэропорта в Иркутской области, малой авиации, воздушных перевозок. Посмотрел, честно сказать, и расстроился. В Усть-Алимске там было посвящено практически полчаса. Депутат Лобков задавал два вопроса три раза. И три раза не получил на них ответа. И все как бы успокоились, что все нормально. Каких это были два вопроса? В своем докладе проговорили, что планируется проработка вопроса, чтобы посадочную площадку перевести в аэропорт другого класса, аэродромку, и принимать более воздушные суда, больше вместимости. Вот вопрос, проработана ли дорожная карта по данному вопросу, когда это будет. И второй вопрос по Усть-Алимску проговорили в докладе о том, что формируются на 2022 год субсидированные рейсы в другие субъекты. Два года назад действовал рейс Усть-Алимск-Красноярск, выполняла авиакомпания «Сила». И на сегодняшний момент рассматривается ли субсидирование данного рейса на 2022 год? Спасибо. Вопрос первый, который был поставлен, это когда наша посадочная площадка получит статус аэродрома класса Г. Вообще на этот вопрос очень сложно ответить, потому что под этим вопросом подразумевается и финансирование, и кадровое обеспечение, и техническое обеспечение. И если бы господин Лобков встретился хотя бы раз с комендантом нашей площадки, то он бы знал, о чем там спрашивать. И тогда мы могли бы попасть в протокол уже с конкретными вопросами. Сколько денег нам необходимо? Кто нам поможет решить кадровые вопросы? Кто нам поможет решить технические вопросы? Три раза задавать вопрос и три раза на него не получить ответ. Второй вопрос, который был задан, когда же все-таки мы будем иметь рейс Устилимск-Красноярск-Устилимск? До 2020 года перелеты между субъектами Российской Федерации датировала Федерация. Потом условия изменились. Требуется передотация одного субъекта, второго субъекта и самой Российской Федерации. Но вы же в 2020 году не заложили вообще никакую дотацию на наш перелет в 2021 году. Что сегодня задавать вопросы, когда мы полетим или что нам необходимо делать? Мы перед Федерацией не пролоббировали этот вопрос и Федерация не заложила на наши перелеты. То есть, грубо говоря, не сработали чиновники, не сработали депутаты. Депутаты государственные думы, депутаты законодательного собрания. Пожалуйста, Перетолчин Виталий Владимирович. Коллеги, прошу прощения, просто я вот присутствовал на том совещании, когда Александр Васильевич Нератика приезжал вместе с вами, Александр Викторович, и там четко было озвучено, что мы проработаем этот вопрос. Поэтому у меня просьба, я не знаю, кто должен подать заявку, авиакомпания или правительство, но скажите, вот в протоколе там есть рекомендации? Коллеги, дело в том, что если я правильно понимаю, это вообще межрегион, а значит это 12-42. Причем тут Иркутск и Красноярск я потерялся. Три раза председатель законодательного собрания задает вопросы, сколько же стоит эта дотация, какая сумма этой дотации, хотя бы с нашего областного бюджета. И на этот вопрос у такого солидного общества нет ответов. Я вообще не понимаю, если дотация на 5 рейсов, Устелимск-Иркутск, условно говоря, значит, ну раньше она была такая, 15 миллионов рублей, то один рейс на Красноярск будет стоить дотация 3 миллиона рублей. Ну все же просто. Вы цифру эту попросите у министерства, какую сегодня дотацию платят на рейс Устелимск-Иркутск, и вы получите, значит, дотацию на рейс Красноярск. Это цифры известные, и вы можете их взять, но к совещаниям необходимо готовиться для того, чтобы потом получить протоколы. Следующий депутат, который выступает, когда спрашивает, значит, кем вопросом мы будем решать, депутат перетолчен. Вот был, вот был, приезжал к нам губернатор, приезжал нам представитель Росавиации, там были какие-то протоколы, и все, он спрашивает, а что в протоколе написано? Да ты должен был писать этот протокол, вместе с теми, кто их пишет, для того, чтобы наши все вопросы там отразить в этом протоколе, и финансирование, и техническое обеспечение, и какие-то другие вопросы. И этот протокол, первому должен был попасть губернатору, второму рост авиации, и третий протокол должен был получить ты. И с ним ты должен был сидеть, он у тебя должен лежать на столе, и ты каждый раз должен контролировать, если возникают вопросы, что же происходит с аэропортом Устелимск. Этого не было сделано. Еще раз про протоколы хочу сказать. Смотрю и слышу, значит, в протоколе областном уже будет записано, ну, помимо Устелимска, не буду детально рассматривать весь протокол, который там сегодня вышел в законодательном собрании, но написано, и депутат Труфанов все это зачитывает, и говорит, рулежные дорожки в аэропорту Бодайбоа, в аэропорту, значит, Уськут. Какие рулежные дорожки в этих аэропортах? Рулежная дорожка в Братске вместе с освещением стоит почти 2 миллиарда рублей. Нам что, некуда тратить деньги? Я понимаю, если, скажем, с аэропорта хотя бы 10-15 рейсов вылетает в сутки, тогда, наверное, рулежные дорожки нужны. А когда один-два рейса прилетает в день или три рейса в неделю, какие рулежные дорожки нужны? Мы же должны профессионально подходить к решению тех или иных вопросов. И отражая в протоколах все это дело, значит, потом эти протоколы выполнять. И правильно сказал председатель законодательного собрания Иркутской области, давайте мы будем писать протоколы, и потом эти протоколы мы будем выполнять. А тут кучу протоколов уже написано, и очень мало что выполняется. Вот если бы этот у нас документ, который уже зашел в законодательное собрание, честно и смело содержал, вот эти мы восстанавливаем, вот эти оставляем площадками, и это было бы подкреплено не только словами о том, что мы переживаем за аэропорт Усть-Илимска, мы переживаем за аэропорт Усть-Кута, еще там ряд, были бы подкреплены мерами поддержки, причем мерами поддержки из всех видов источников. Мы можем ждать, вот мы сетуем на то, что закрыл в выходные дни собственник аэропорта Усть-Кут. Что ему делать? Ему что, продолжать накапливать убытки, если мы не обеспечили такую загрузку? Не аэропорт же занимается перевозками. Поэтому здесь надо подходить, мне кажется, многосторонне. Если мы в стратегии написали, что мы восстанавливаем, сохраняем, то значит давайте изыскивать меры поддержки. Давайте давать льготу по налогу на имущество. Давайте давать льготу по налогу на землю. Ну и будем понимать почему, потому что вот эти пять мы восстанавливаем, поэтому им такие преференции. Искать механизмы субсидирования перевозок действительно. Ну вот по оценке Минфина России у нас 6,5 миллиардов льгот со знаком вопроса. Не буду сейчас пришивать ярлыки там эффективность, неэффективность. Со знаком вопроса. Ну так может быть там надо навести порядок, но субсидировать перевозки. Ведь когда мы говорим о том, чтобы аэропортам жить, ну они не будут, как их оставить на плаву, если не будет перевозок. Тут любой собственник, любой формы собственности не выдержит содержание такого бремени. Поэтому, коллеги, вот еще раз призываю очень тщательно подойти, смело и откровенно подойти к этому разделу в стратегии, чтобы мы поспорили, поругались, пообижались друг на друга, но вот так решили и обеспечивали это мерами поддержки. И тогда действительно у нас какой-то план на 5-10 ближайших лет, что мы делаем. И это будет понятно. Я вам хочу сказать, что когда мы знания и профессионализм заменим на хайпы и лайки, то у Дани Милохина появляется реальный шанс стать президентом России.